с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 7 февраля день российского бизнес образования в россии сфера этого образования появилась в начале двухтысячных годов руководители начинают понимать что не только их сотрудникам но и им самим периодически нужно учиться навыкам управления руководящим как сейчас говорят компетенциям и многим другим аспектам бизнеса в этот день появились на свет 1812 год чарльз диккенс выдающийся английский писатель автор популярных романов оливер твист лавка древности и других его посмертные записки пиквикского клуба в свое время имели сенсационный успех в 1897 году в этот мир приходит александр чижевский биолог основатель гелиобиологии действительный член 18 академии мира почетный профессор университета в европе америки азии леонардо да винчи двадцатого века так его называл первый международный конгресс биофизиков в 1939 году к тому же художник и поэт вот его строки смятение мы а истина ясна проста прекрасно как лазурь и небо что нужно человеку тишина любовь сочувствие и корка хлеба 1925 год день рождения джеральда малкалма даррелла английского зоолога и писателя экспедиции даррелла были для него обычным делом и популярности не приносили хоть и щедро продвигались газетах и на радио известность обрушилась после первой книги перегруженный ковчег хотя писать ее джерри не хотел и до конца текст домучил только благодаря своему брату лари в 1971 году появилась на свет они-то свой российская певица ну а теперь о некоторых событиях этого дня и начнем с 1762 года петр третий ликвидирует тайную канцелярию разыскных дел и запрещает применение пыток на допросах было у нового императора особая нелюбовь к этому над государственному органу 1920 году по приговору иркутского суда расстрелян колчак одна из самых противоречивых фигур гражданской войны один из крупнейших исследователей арктики путешественник непревзойденный мастер минного дела во время первой мировой войны убежденный монархист это одна сторона медали но есть и вторая у белого движения было много вождей но именно войска колчака запомнились особенной жестокостью но в иркутске сегодня стоит памятник этому человеку совсем недавно видел его собственными глазами 1952 год на английский престол восходит ныне правящая королева елизавета вторая после рождения она была только третьей претенденткой на трон и никто не ожидал что когда-нибудь она станет королевой но дядя елизавета отрекся от престола и короновали ее отца георга шестого таким образом она стала что называется прямой наследницей впервые елизавета встретила своего будущего мужа филиппа маунтбартона когда и было всего восемь лет она влюбилась в него с первого взгляда но сначала филипп не проявлял ответных чувств вся семья елизаветы протеялась их браку но вопреки всему елизавета взяла и вышла замуж за любимого человека в 21 год на публике никто не может прикасаться к елизавете кроме ее мужа события которые произошли впервые в этот день 1847 год профессор федор иванович иноземцев перу и в россии производит хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза хирургической клинике московского университета а в 1863 году сша запатентован первый огнетушитель переносное или передвижное устройство для тушения пожара за счет выпуска огнетушающего вещества зданиях и помещениях особенно многолюдных на случай пожара непременно есть висящий на стене специально отведенном месте огнетушитель но это правило техники пожарной безопасности они как известно должны соблюдаться всеми ну и последнее 7 февраля 2014 год открываются 22 зимние олимпийские игры сочи на территории россии олимпиада проходила во второй раз впервые наша страна принимала тоже 22 игры но летние восьмидесятом году прошлого века в москве сочи стал первым городом субтропическим климатом где прошла именно зимние олимпиады россия выиграла ее в общекомандном зачете как по золотым медалям 13 так и по общему числу наград 33 побиты рекорды лучших выступлений сборных россии и ссср как по медальному достоинству так и по общему числу медалей ты все бы хорошо и олимпиада у нас сохранилась памяти и наши победы но один вопрос по-прежнему остается открытым ну что же на самом деле происходит у нас допингом почему до сих пор не найдено решение того что бросает тень на все то светлое что удалось подарить своим болельщикам нашим спортсменам хочется чистоты с вами был николай пивненко в проекте дата